добрый день добро пожаловать на мой канал добро пожаловать в канаду сегодня видео болталка и такая тема знаете очень sensitive как это называется по-английски то есть такая тема которая довольно ну знаете вот надо очень осторожно на эту тему разговаривать потому что все-таки обидчивые все на все обижаются а я такой человек я очень не люблю никого обижать поэтому я постараюсь как бы так нежно и аккуратно но как получится во первых я хочу сказать прежде чем мы перейдем к основной теме нашего сегодняшнего разговора я хочу передать привет марине михиной и оле кемпинин девочки вы знаете почему если вы видите мою так сказать антураж на чем я сижу это такой блогерский диван у нас называется это так смешно потому что это диван купленный лайки давно ну несколько лет назад и блогер марина михина из питера очень большой известный блогер она очень много своих видео снимает вот сидя на этом диване у нее есть точно такой же диван мариночка привет я когда увидела ее первый раз на этом диване было как смешно марина живет в питере я живу под торонто в районе большого торонто и у нас одинаковая мебель это знаете из серии помните фильм ирония судьбы конечно вы помните что я спрашиваю улицу строителей 25 всех одинаковые замки одинаковая мебель так вот у нас тоже весь мир большая деревня и мы все сидим на одинаковой мебели находясь на разных на разных континентах а недавно оля кемпинин блогер из финляндии она тоже купила похожий вот потому что какие немножко поменяла свой дизайн поэтому у него диван похоже тоже такой металлический с металлическими спинками и она сделала целое видео что я вот обзавидовалась на маринин диван и тоже захотела купить такое я написала оля прикинь да у меня такой же диван стоит дома и мы в общем так посмеялись обсуждали это и решили что мы сделаем перекличку с нашего блогерского дивана кстати я хочу сказать опять же отвлек отвлекусь от моей основной темы еще на минуту и передавая привет вот девочкам оле и марине я хочу сказать что очень многих впечатление о том что блогеры все это какая-то знаете клубок змей змеиный клубок тараканы в банке которые все время между собой ссорятся которые все время какие-то разборки устраивают выясняют отношения снимают видео одна сняла кидала какахами одну другая в ответ начал кидаться какахами ей потому что то и вот такое вот постоянное жужу то они дружат то они ссорятся я хочу сказать что это не не весь youtube такой вот есть блогеры в ютюбе которые действительно дружат между собой причем впечатление что блогеры либо ругаются либо за деньги друг друга хвалят так вот я хочу сказать что это не всегда за деньги например марина у нее больше 200 тысяч подписчиков и она абсолютно бесплатно продвигает блогеров маленьких таких как я таких как оля других блогеров которые у которых не очень много подписчиков начинающих и она от всей души ну как бы вот рекламируют у себя на канале на канале девочек совершенно бесплатно еще раз повторюсь и это это вот настолько приятно и это действительно существующая вещь марина и она крылова из из франции оля вару из франции девочки которых больше подписчиков абсолютно бесплатно на своих каналах продвигают маленьких блогеров просто из дружеских соображений понимаете то есть если вы думаете что youtube это такая такая знаете клубок змеи и все это дело и все 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 делать за деньги и ругаются за деньги и дружат за деньги это неправда ok на этом все теперь перейду к основной теме сказавший о том какой прекрасный youtube и какие замечательные ютюберы есть на ютюбе я перейду к критике блогеров которых я некоторых смотрю и если вы спросите меня ну как же вот блогер не может критиковать блогер я скажу почему нет то есть вот я не собираюсь никого там оскорблять или или там разоблачать или что-то еще я просто скажу мое впечатление о некоторых блогер без имен я даже не буду называть имен поэтому я думаю что в этом нет ничего страшного и я просто буду приводить примеры без имен и просто буду говорить о явлении на ютюбе опять же я живу в канаде и я знаю хорошо как бы наши условия и наши всякие реалии канадские и американские знаю потому что мы очень близко у меня семья живет штатах и мы как бы я очень хорошо знаю что там происходит что к чему и что у нас поэтому я буду сейчас говорить о блогерах которые которые живут в штатах или в канаде и рассказывают небылицы и байки своим зрителям пользуясь тем что русскоязычные зрители в основном живут других странах нет в штатах они в канаде и не очень знают наши реалии и поэтому им можно паривать все что угодно вешать лапшу на уши и они будут в это верить потому что просто потому что они исходят из взглядов страны в которой они живут из реалии страны в которой они живут и они очень хорошо понимают реалии страны в которой живет блогер и про которую рассказывает и я наблюдаю это явление на ютюбе знаете это называется вот я у я уехала в америку я там вышла замуж в америку или переехала в америку и теперь я буду рассказывать какая здесь богачка какая здесь миллионерша как у меня здесь все в шоколаде и все у меня прекрасно а вы там лузера оставшись не знаю там моей бывшей стране или вообще живущие в других странах а у нас тут в америках все замечательно и все прекрасно я во первых хочу сказать что у нас тут в америках не все замечательно и не все прекрасно и в канадах тоже в каждой стране есть свои погремушки и свои недостатки и свои какие-то очень неприятные вещи есть приятные вещи то есть если конечно я должна сказать что если смотреть в общем и целом на общую картину то жизнь в канаде и штатах в основном ну уровень жизни достаточно высокий у людей и в общем так криминальная ситуация но вот в канаде достаточно низкая в америке зависит от того где вы живете образование в общем медицина все это тоже есть плюсы есть минусы на общая такая как бы ситуация в стране например в канаде намного лучше чем скажем в какой-то другой стране и не будем говорить в какой чем во многих странах например канада находится на четвертом месте в мире по уровню жизни что ну в общем то о чем то говорить все таки да хотя конечно тут недостатков тоже хоть отбавлять ну и то же самое в штатах но блогерши некоторые они почему-то страшно хотят доказать всем что поменявши страну уехавшие в другую страну они в общем поймали бог за яйца и вытащили самый счастливый свой золотой билет и в общем то при абсолютно среднем уровне жизни вот по отношению другим вот по местным меркам они позиционируют себя как какие-то жуткие богачки миллионерши и вообще что у них так все зашибись деньгами и вообще со всем остальным тоже я не буду называть меня ну и к примеру да есть одна блогерши в торонто она мне довольно много подписчиков и она позиционирует себя как такая леди очень состоятельные находящиеся в очень высоких вращающиеся в очень высоких кругах местных тут торонтовских и вообще как бы она такая местная графиня княгиня и в общем дворянство такое местное значит я хочу сказать что я когда ее смотрю во-первых фальшь там такая зашкаливает то есть видно что человек вот знаете придуривается вот это видно вот когда человек не не искренен это всегда видно надо быть прекрасная актриса голливудской чтобы сыграть искренность когда как бы вы что-то придумываете что-то рассказываете про себя то есть у нас все каждое слово которое она говорит вот сквозит фальшью и и каким-то таким знаете вот игрой грустно то что очень многие люди смотрят на это и не видят этого то есть вот это для меня загадка зрители на ютюбе которые видят вот такую фальшивую дамочку которая насквозь пропитана вот притворством и игрой они как бы смотрят на нее и и видят этого ну есть люди не все люди очень прозорливые есть люди которые верят тому что они видят очень многому верят и как бы вот и она значит знаете начитавшись каких-то умных книжек пытается сидит и пытается толкать какие-то умные речи такие всех учат всех получает всем говорит что делать что не делать причем в одном видео она говорит одно через два видео она говорит совершенно противоположное опять же народ хавает я вообще удивляюсь как бы на людей совершенно нет она аналитического ума если женщина говорила три видео назад одно а через три видео будет совершенно противоположное они поддакивают и три видео назад и И сейчас, ну, неважно, дело даже не в это. Я сейчас про другое. Я хочу сказать по поводу ее, так сказать, того, что она там позиционирует себя как член какого-то высшего торонтовского общества. Наверное, среди русских, среди русскоязычных. Потому что, когда она открывает рот и начинает говорить по-английски, у меня такое впечатление, что она лет 20 здесь живет. Что она вообще английский вот на уровне первого класса средней школы города Урюпинска. Простите меня, житель города Урюпинска, ничего не имею против. Но вы же понимаете, вы же помните, как нас учили английскому языку в средних школах в бывшем СССР. А она женщина взрослая. Ей так, черт, это в районе 60-ти. Выглядит хорошо, выглядит прекрасно. Причем, опять же, видно, что там и пластика, и уколы, и все-все-все, и бровки нарисованные. Но при этом она рассказывает, что только вот кремики, кремики, и я ничего не делаю. Меня вообще так это вообще бесит. Я не понимаю, люди думают, что все дураки, что ли, не видят, что там... Кроме кремиков, еще много чего. Но, опять же, не в этом дело. И вот она, значит... Я вот слушаю ее и думаю, как с таким английским человек может вращаться в каких-то высших кругах Торонто? Если только, опять же, повторюсь, русскоязычных. Но она вот рассказывает про себя, что она прям такая вот вхожа там во всякие... И не только язык. Знаете, вот ее, когда она что-то говорит, то ее мышление, ее менталитет настолько остался на уровне вот той страны, откуда она приехала. То есть у нас совершенно не канадский. Я не говорю, что там это плохо или хорошо. Я просто говорю, что у нее менталитет абсолютно не канадский. Она, когда говорит о некоторых вещах, это настолько отличается от мейнстрима, который здесь вот принято. Что принято говорить, что не принято говорить. Что я вообще удивляюсь, как человек, проживший столько лет в этой стране, может не иметь вообще ни малейшего представления о том, как здесь что работает, и как здесь что устроено, и какие здесь вообще отношения между людьми, и как можно с людьми разговаривать, и что можно людям говорить, и что нет, и какие вещи можно вслух произносить, и какие нет. И поэтому у меня, знаете, такое ощущение, что она вообще всю жизнь, все 20 лет своих просидела в своей квартире, и она никогда не выходила никуда, и у нее представление о Канаде какое-то такое, знаете, из окна, из окошка. Вот. А насчет финансов я хочу сказать, что, ну вот, знаете, человек живет в даунтауне, в хорошей, приличной квартире, в даунтауне Торонто. И она очень, значит, кичится своей квартирой и говорит, что у меня квартира стоит полтора миллиона долларов, и все такие люди так, а, полтора миллиона, да, она же миллионерша, да, она рада. И вы понимаете, ведь надо же понимать, что живя здесь в Канаде, например, ну мой дом стоит тоже полтора миллиона долларов, но это не делает меня миллионерша. Я купила мой дом, когда он стоил 500 тысяч, и у нас цены жутко выросли, и сейчас он стоит полтора миллиона. Я стала миллионершей от того, что у меня цена на мой дом выросла. В этом нет никакой моей заслуги и вообще как бы ни малейшего участия в том, что я как бы сейчас миллионерша, как будто бы, да. Я не при... Ну как? Моя заслуга в том, что я успела купить этот дом, когда он стоил, додумалась, когда он стоил 500 тысяч, потому что сейчас за полтора миллиона я бы не смогла его купить никакими судами, ничем. Моей зарплаты и моего мужа не хватило на то, чтобы выплачивать ипотеку, заплатившую такую сумму за дом. И вот она, значит, рассказывает это, вы понимаете, и люди думают, что вот пришел человек, вытащил из карманов там полтора миллиона долларов, кешлю, наличкой заплатил за квартиру, только она же, конечно, миллионерша. Ну, серьезно, да? Во-первых, абсолютно все здесь покупают недвижимость в ипотеку, абсолютно все. Я не знаю ни одного человека в Канаде. Ну, может, есть, конечно, я не всех знаю в Канаде, но из тех, кого я знаю, ни один человек не купил здесь за наличку себе дом. Конечно, всегда берется ипотека. Конечно, очень часто бывает, что это дом или жилье или квартиру закладывают, перекладывают там, делают какие-то line of credit, это называется здесь. Ну, в общем, берут какие-то дополнительные суды под это, делают ремонт. Ну, в общем, понимаете, то есть здесь люди очень живут, ну, не то чтобы в долг, но вот дома, машины, все покупают в рассрочку. Поэтому наличие какого-то очень дорогого дома или очень дорогой машины не является признаком какого-то невероятного богатства, потому что это все покупается в рассрочку на дома на 30 лет, машины на 5-8 лет, понимаете, потихонечку платят каждый месяц, и так делают очень многие или берут машину в лист, на прокат, в общем-то, грубо говоря. И наличие какой-то очень крутой тачки тоже не делает из вас богатого человека. Поездка на Карибы, там, например, рассказывают, что мы поехали на Карибы отдыхать. Карибы – это Мексика, девочки, Мексика, Куба, я не знаю, все эти банановые республики, которые, в принципе, опять же, здесь каждый практически человек раз в год ездит отдыхать на Карибы, ну вот до всех этих последних дел, последних болезней, новомодник, да, сейчас как-то не очень ездит, а до этого ездили каждый год любой человек, который здесь работает, на любой работе практически, это может быть просто рабочий на заводе, учитель, ну, учителя, кстати, здесь очень хорошо получают в Канаде, между прочим, не знаю, любой человек, который работает на любой такой не самый престижный, не самый высокооплачиваемый работе, может себе позволить с семьей раз в год поехать на Карибы отдыхать, и поездка на Карибы не является признаком какого-то невероятного богатства, но я смотрю, блогер, и американских, и наших, они сказали, мы поехали отдыхать на Карибы, I mean, вы понимаете, да, то есть это не, и они, понимаете, дело даже не в том, что человек рассказывает и показывает, есть люди, которые показывают свои дома, там очень дорогие, свои какие-то покупки из люксовых магазинов, но вот такое впечатление, что люди, которые действительно состоятельные, они это делают настолько легко и без напряга, и видно, что для них это не является каким-то вот пунктом гордости великой, что вот она пошла и купила сумку Шанель, или там кухня, покрытая самым последним итальянским мрамором, ну, для людей, у которых деньги есть и были всегда, это нормально, и они, когда про это рассказывают, это выглядит естественно. Вот люди, которые, знаете, из нищебродов выбрались какой-то, поднялись на какой-то уровень чуть-чуть повыше, чем там, где они были, а их просто прет от того, что вот я теперь могу поехать на Карибы, не понимая даже иногда часто того, что это совершенно для этой страны нормально и, в общем-то, не является признаком какой-то великой гордости, но поскольку они здесь живут очень многие в каком-то своем, в какой-то своей коробке, часто не зная английского, часто вообще не общаясь с местными, часто вообще не зная, что происходит вокруг них, и для них это, понимаете, по сравнению с тем, что в каких условиях они жили до этого, и тут вдруг Карибы, да, но в принципе это не, нечем хвастаться, как бы смешно даже, да, или, например, там американские блогерши какие-то рассказывают, муж подарил мне машину, мой муж подарил мне машину, ну, муж купил машину в семью, то есть здесь, в принципе, такая ситуация, что у каждого члена семьи есть машина, ну, вот на всех, взрослые дети имеют машину, муж имеет машину, жена имеет машину, здесь в семье по 2-3, по 4 машины, в зависимости от того, сколько членов семьи взрослых, которые должны водить, это как бы, ну, как бы необходимость, вот, например, я живу в пригороде Торонто, у нас общественный транспорт вообще никакой, здесь без машины вообще жить невозможно, у нас три машины в семье, у меня, у мужа, у старшего сына, младший не хочет сдавать на права, боится, ну, я и рада, мне не нужна четвертая машина, я вообще с ужасом думаю, потому что, да, это не самое дорогое удовольствие, но это не дешевое удовольствие иметь машину, ну, как бы это необходимость, поэтому, когда какая-то гордая блогерша рассказывает, что мне муж подарил машину, и вот, смотрите, какой у меня прекрасный муж, какой у меня замечательный муж, он мне подарил машину, ну, как бы это нормально, каждый член взрослой семьи имеет машину здесь, причем машина, наверное, куплена в рассрочку или взята в лес, это не то, что там человек пошел и там 30 тысяч долларов вывалил или 50, в зависимости от машины, каждый человек здесь имеет машину, и это не является, опять же, признаком какого-то невероятного богатства и какого-то невероятного успеха, а люди как бы сидят и вот вешают вот эту вот лапшу людям, которые не знают местных реалий, и это, в общем, это так смешно, на самом деле, и самое смешное, что ведь этих блогеров же смотрят жители их стран, то есть той же Америки или той же Канады, и, ну, как бы они же понимают, что это все лапша, но им пофиг, вот они, напишем какой-то комментарий, я никогда не писала, девочки, честное слово, я никогда не писала разоблачительные комментарии на каналах других блогеров, что не слушайте ее, она вот там лапшу вешает, не мое дело, ее канал, ее зрители, они верят на здоровье, понимаете, я на своем канале вот сейчас выскажусь без имен, опять же, и это самое, вот, вывалю свою, свою как бы досаду на это все, мне просто, правда, обидно за людей, которые вот в это вот все верят, на полном серьезе считают, что вот эти вот тетки, они тут сидят в Америке, и они, значит, вот какие-то богатейки, миллионерши, успешные, там, добились всего, ну, в общем, что делать? Люди верят тому, чему хотят верить, я вообще хочу сказать, что ютюбное пространство, оно исключительно много вот взрастило в своей среде рассказчиков и вешателей лапши на уши, которые, знаете, не только про деньги рассказывают, там, человек работает каким-нибудь, там, помощником санитара, а рассказывают, что он врач в больнице, и сидит и рассказывает, ну, рассказывает, вы же не проверите, да, и вы рассказываете, да. Но у меня, знаете, всегда такой вопрос, у меня как бы вопрос возникает, который меня, который меня вот главный вопрос вот этой всей истории. Я понимаю, что мы все хотим казаться немножко лучше, чем мы есть на публику, на, если мы уже сидим перед камерой, мы что-то пытаемся себя строить, ну, не все, ну, очень многие, хотя бы даже вот пытаемся выставить освещение, чтобы выглядеть лучше, камеру, ракурс поставить, чтобы вот эти вот двойные подбородки, все были не видны, морщины там, чтобы были не видны, как бы, ну, все мы это делаем, находим какое-то место дома, где свет хороший, где там, и как бы это понятно, всегда люди хотят выглядеть немножко лучше, чем они есть на самом деле, произвести какое-то хорошее впечатление, но произвести впечатление-то одно, а вот такое вот вранье из видео в видео, рассказывать о каких-то своих, каких-то невероятных достижениях и успехах, я удивляюсь, почему? Потому что человек потом выключит камеру, ну, да жизнь-то ведь проходит не на Ютюбе, а здесь вот в жизни человек выключает камеру, остается со всем тем, что он есть на самом деле, с его, так сказать, финансовой ситуацией, с его ситуацией, с тем же там мужем, который там тиран и деспот, она рассказывает, что у меня такой прекрасный муж, самый лучший муж на свете, и понимаете, от того, что кто-то вас посмотрит, сто человек, тысячу, десять тысяч человек посмотрит и подумает, что, о, она богачка, успешная такая тетка, и все, ваша-то жизнь останется прежней, от того, что кто-то, незнакомые вам люди за экраном вот камеры увидят вас и подумают, класс, она вам хорошо устроилась в жизни, молодец тетка, но так на самом деле-то это неправда, и вы же, выключившись камеру, остаетесь потом с тем, что у вас есть на самом деле, так нафига, вот в чем смысл, я не понимаю, зачем притворяться и строить из себя что-то, чем вы не являетесь, когда на самом деле вы этим не являетесь, и жизнь-то ваша вот остается такой, какой она была. Для меня это полная загадка, я не понимаю. Все, девочки, такое у нас сегодня видео, такое длинное получилось, как всегда, хотела коротко, быстренько, получилось как всегда, хотели как лучше, получилось как всегда. Все, люблю, целую, привет из Канады, надеюсь, что вам понравилось и было интересно. Пока-пока, до новых встреч, бай-бай!